Приветствуем всех ценителей хорошего звука! Сегодня мы будем разбирать схему универсального лампового стабилизированного источника питания Stabitube. Плата универсального стабилизатора состоит из низковольтного и высоковольтного стабилизатора. Низковольтный стабилизатор построен на микросхеме LM317. В зависимости от поставленных задач возможно использование других микросхем. Для тока до 1 ампера LM317, если же нужен ток более 3 ампер и падение меньше 1,25 вольта, тогда необходимо использовать микросхему LD1084 или ей подобные. Опорное напряжение выставляется двумя резисторами. Формулу для расчета опорного напряжения вы видите на экране. Низковольтный стабилизатор предназначен для стабилизированного питания на калу ламп. Перейдем к высоковольтному последовательному стабилизатору. В качестве регулирующего элемента используется Triod 6S19P с максимальной мощностью рассеивания анодом 15 Вт. Эта мощность определяет максимально допустимый выходной ток и максимально допустимое падение напряжения на стабилизаторе. Максимальное рабочее значение для данного стабилизатора 450 Вт входного напряжения, 300 Вт выходного с максимальным током 100 мА. Расчет других значений осуществляется по формуле, которую вы видите, где P – максимальная мощность рассеивания анодом регулирующей лампы и U – необходимое напряжение падения на стабилизаторе. В результате получаем максимальный ток в нагрузке 54 мА. Минимальное выходное напряжение 180 Вт. Оно определяется источником опорного напряжения на стабилитроне 90 Вт и регулируемым делителем напряжения с переменным коэффициентом на резисторах 20, 23, 28. В качестве управляющей лампы используется 6N1P, включенная в параллель. 19 – это конденсатор подавления механической помехи переменного резистора. Выход усилителя ошибки через ограничительный резистор 9 управляет регулирующей лампой 6S19P. При параллельном включении радиолампы 6N1P используются гридстоперы номер 16 и 22. Для того, чтобы не выходить за пределы допустимого напряжения между катодом и подогревателем, на подогревателе 18-21-24 поддерживается приблизительно 1-2 выходного напряжения. Между катодом и накалом необходимо обеспечить максимальный потенциал порядка 150 В. Спасибо за просмотр! Жмите палец вверх, подписывайтесь на канал, выбирайте и собирайте! Субтитры сделал DimaTorzok